Добрый день! Хотел с вами обсудить, что происходило на финансовых рынках и что ожидать на новой неделе. Поступили данные SOTSFTC в пятницу, как обычно. Что мы из этих данных видим? По сырой нефти позиции американских трейдеров продолжает падать. Это тренд, который идет уже не одну неделю. По золоту произошел небольшой рост. Идет выход из позиции лонговых по американскому индексу S&P. Так, и вот у нас по рублю ситуация практически неизменна уже на протяжении длительного времени. То есть такое ощущение, что все-таки действительно идет заход западного капитала на российский фондовый рынок. Покупают рубли и, соответственно, за счет этого рубль продолжает держаться. То есть вот достаточно высокие позиции американских трейдеров в рубле на исторических максимумах. Сейчас немножко упали, но все равно они достаточно высоки. Так, вот у нас по сиплому, по сиплому эпоха байбеков. Вот она шла с конца 16-го года и закончилась в начале 19-го года, когда наращивали позиции в S&P. Потом был провал, сейчас небольшой рост, отскок дохлой кошки. Так, и вот количество позиций по золоту. По золоту здесь вот уже идет, скажем так, нарастающий тренд. Во что этот тренд выльется, упремся в потолок по ценам 1400 или пойдем вниз, в ближайшее время станет ясно. Давайте посмотрим график по золоту, мы его уже обсуждали. Это месячный график, таймфрейм. Что мы здесь видим? Вот, во-первых, фигура технического анализа прямоугольной треугольника, которую я ранее рассказывал. Вот она таким образом здесь формируется. Из такой фигуры наиболее вероятен выход вверх актива. Но есть вероятность похода вниз, но она составляет менее 30%. Вот ниже вот этой вот линии синенькой. Золото уже какое-то время торгуется в диапазоне, где проходили наибольшие объемы торговые с 2084 года. Это вот укороченный интервал с 1200, 300 до 1350. То есть цена все время стремится вернуться в эту проторгованную область, где она наиболее устойчива. Что мы наблюдаем сейчас? А, еще такой момент. Вот в случае прорыва 1400 и закрепления у нас будут следующие цели по росту. Это 1550, 1660 и 1710. Вот если ориентироваться на месячный график, месячный таймфрейм, здесь проходили либо крупные объемы, либо, скажем так, можно идентифицировать действия крупных игроков в этих целях. Так, ну сейчас вот мы дошли до одного из локальных максимумов, 1350 с копейками. И отрикошетли от него пошли немножко вниз. Давайте, чтобы понимать оперативную картину, рассмотрим более короткий таймфрейм. Вот, например, недельный таймфрейм. Так, недельный таймфрейм. Что у нас получается? Сейчас нарисовалась свечная разворотная модель Dodge. Такая модель, она с вероятностью более чем две трети вызывает либо сразу поход вниз, или создает проторговку, после которой цена пойдет вниз. Соответственно, здесь вот мы на этой неделе протестировали 1362. При этом мы не перебили локальные максимумы, которые были до этого. Там был максимум 1377,5. Если мы не пробили этот максимум, то, скорее всего, цена будет стремиться его перебить в ближайшую и удаленную перспективу. Сейчас разворотная модель. Если ориентироваться на короткие позиции, то стоп-лоссом будет служить вот это значение 1377,5. Я думаю, что в ближайшие дни, если не будет никакой дестабилизации на Ближнем Востоке, скорее всего, разовьется корректирующее движение. Но если мы уходим вверх, выше 1377,5 и идем дальше этого значения, доходим до 1400, и на 1400 мы какое-то время торгуемся 1-2 дня, то в этом случае это будет говорить о том, что пробили локальные максимумы, прошли зоны пустого объема. Сейчас, вот секундочку, я еще раз намеченный график вернусь, покажу. Вот здесь пустота идет до 1400, вот этот интервал, вот здесь пустой объем. То в этом случае закрепление выше 1400, рост цены на золото в ближайшее время продолжится. Однако вот этот волчок, который на недельном графике, а также наличие целей внизу, 1282 и 1225, я думаю, в ближайшее время, неделя-две, если не будет черного лебедя, мы, скорее всего, пойдем тестировать вот эти вот значения, которые остались у нас внизу, которые не закрыты. Здесь были действия крупных игроков, которые так и остались нереализованы. Так, давайте посмотрим дневной график еще. Так, дневной график. Ну, здесь вот тоже разворотная модель, падающая звезда, свечная. Объемы практически очень маленькие, то есть это говорит о том, что вот здесь вот посрывали стопы у участников рынка, и основная цель действия, так называемая кукла, это заработка денег, которая заключается в том, чтобы вводить толпу за нос, то есть люди должны терять деньги. Вот здесь вот люди потеряли деньги, когда затащили сюда, и, соответственно, теперь с этой точки зрения можно спокойно идти и тестировать нижние значения. Там 1282 и, может быть, даже 1235. Ну, до 1200, я думаю, сейчас вряд ли дойдем. А вот есть вот эта область, которая локально нам наиболее устойчива по объему торговли, это 1270 до 1300. Это если рассматривать годовой интервал, то есть в течение года, то вот это вот наиболее устойчивая область, которые проходили наибольшие объемы по золоту. Вот, соответственно, то есть, ориентируясь на недельный график, можно сделать вывод, что здесь, скорее всего, будет корректирующие движения, либо какие-то обманные ходы вверх до 1377,5, может быть, чуть больше. И после этого мы должны сходить на 1282, чтобы закрыть накопление, которое здесь было. Так, это у нас дневной график. Давайте посмотрим четырехчасовой. Вот четырехчасовой график тоже здесь рисует, в общем, наиболее вероятное движение цены вниз. Так, вот это у нас здесь какой-то объем раньше проходил. Здесь у нас вот разворотная формация на четырехчасовом графике образовалась. И имеется цель движения вниз, это 1340, 1332 и 1325. Есть еще и более нижние цели, но я думаю, в ближайшее время мы их не увидим. Поэтому, как бы, если ориентироваться на четырехчасовой таймфрейм, то все равно наиболее вероятное движение вниз, вот сюда. Так, дальше у нас часовой график. Но вот на часовом графике у нас здесь образовались незакрытые проторговки вверху на 1353 и 1358. И поэтому, возможно, захочет их протестировать в ближайшие два-три дня. То есть, сходить вверх. Так, это у нас часовой график. Часовой график. Здесь вот есть некое расхождение с более длительными таймфреймами. Ну, вот здесь тоже есть цели движения вниз. Это 1340, 1330 и 1302. Однако, вот здесь незакрытая проторговка на 1353. И поэтому в ближайшие дни, понедельник, вторник, среда, может быть задерка вот сюда, как срочная. Может быть еще задерка повыше 1357. Но в любом случае, если ориентироваться на часовой график с таймфреймом 1 час, то у нас максимальное движение вверх это где-то 1355. То есть, возможно, краткосрочная задерка. После этого мы должны двигаться вниз. 1340, 1330, 1302. И вот у нас, давайте возьмем 15-минутный график. Тут уже с индикаторами, все как положено. Так, ну, как это не парадоксально, 15-минутный график он подтверждает действие часового графика с отскоком на 1353 и, возможно, даже 1357-1358. Индикаторы Чайкин и МАК, они всецело подтверждают данную краткосрочную тенденцию. Итак, резюмируем, что у нас получается по золоту на ближайшие дни. Наиболее вероятен краткосрочный отскок в понедельник-вторник на 1353, возможно, 1357. В дальнейшем, я считаю, что это движение наиболее вероятно при отсутствии черных лебедей. Оно себя исчерпало, и мы по-хорошему должны увидеть корректирующие движения. Корректирующие движения на уровне... Сейчас, одну секундочку. Наиболее показательный четырехчасовый график на 1340, 1331, 1320. Я жду на этой неделе. Мы должны эти цели покорить, съехать с горки. При этом в начале недели, в понедельник-вторник, сохраняется вероятность того, что отскочим наверх немножко. И, возможно, дальше, если будем закрепляться на этих значениях в районе 1362,2, то пойдем на 1375, а отмечать вторую вершину предыдущего максимума. Так, вот мое видение по золоту такое. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите в комментариях, постараюсь на все на них ответить. По нефти наблюдается снижение позиций лонговых в американских трейдерах. Вот мы видим, с апреля месяца развивается такой тренд. Так вот, такой вид имеет диаграмму. И сейчас идет снижение лонговых позиций. Так, если мы перейдем на график цены на нефть, что мы здесь видим? Здесь, с одной стороны, есть цели внизу для движения цены. Это 57,2, 55 и 53,2. То есть, это те цели внизу, к которым стремится цена в силу того, что там были либо большие объемы, либо крупные игроки совершали сделки купли-продажи. Но есть также и незакрытые цели вверху. Это 67,5, 72,6 и 74,3. То есть, есть определенные метки, к которым цена будет стремиться и вверху, и внизу. Давайте разберемся, что будет происходить в ближайшее время. Так, вот дневной график у нас в таком виде. Перейдем на трехчасовой таймфрейм. Больший таймфрейм, недельный, месячный, рассматривать не будем. Я их каждый раз показываю. Никаких существенных изменений не произошло. Так, вот у нас четырехчасовой таймфрейм. Что мы здесь наблюдаем? Было тестирование минимума 59,45. И в связи с этим, если цена уходит ниже 59,4 и там закрепляется на пару часов, на полдня, то это говорит о том, что тренд даунтренд сформирован. И, соответственно, в ближайшее время цена на нефть пойдет 57,2, 55, 53,15 или 52,5. Идет неукоснительное снижение лонгов в американских трейдеров. И для этого есть все предпосылки для такого движения. Но, как вы знаете, сейчас накаляется ситуация в Иране. Соответственно, там идет формирование американской военной группы. Там увеличивается постоянная численность. Американцы к чему-то готовятся. Возможно, до 5 июля текущего года будет вторжение в Иран. Может быть, не будет, но вероятность очень большая, с учетом всех нестабильных мировых процессов. В случае вторжения в Иран мы увидим цель и 75, и 6, и 84, и 109, и 1. Вполне можем увидеть, потому что сразу возникнет дефицит нефти и угроза поставок. Вот это вот событие, оно может очень сильно взвинтить цены на нефть и укрепить рубль в краткосрочную перспективе. То есть, может быть, шип и потом откат вниз. Так, ну давайте посмотрим, что нас ждет в ближайшее время по нефти. В ближайший день-два. Так, вот часовой график. Но вот здесь остались незакрытые цели на 61,1 и 63,3. То, что ближайшее к нам. В зависимости от открытия, в понедельник можем пойти, то есть, если будет положительное открытие, то, скорее всего, продолжим движение вот сюда, вот на 63,3. Цель закроем, дальше посмотрим. После 63,3 и 64,1 либо отразимся и пойдем вниз, либо если закрепляемся на 63,3-64,1 и торгуемся какое-то время, то, скорее всего, начнется поступательное движение вверх. Там будет 67,5 и дальше посмотрим. Если же будет негативное открытие в понедельник, то здесь наиболее вероятно ближайший цель 61,2. Вот здесь остались определенные следы крупного игрока. И поэтому, скорее всего, при негативном открытии мы устремимся вот сюда, на 61,1. Если перебиваем 59,4, это говорит о том, что сформирован даунтренд и цена будет уже устойчиво идти вниз. Но для этого должен достигнуть это значение 59,4 и какое-то время там проторговаться. Тогда можно говорить о том, что все, баста, летим вниз.